Обычный подросток, обычный вечер и странное стечение обстоятельств. 17-летний Вадим Коваля оказался не в том месте и уж точно не в то время. Зашел в продуктовый, там его заподозрили в краже. И несмотря на то, что при себе у него ничего не нашли, вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка, как уверяют Вадим, даже не стали разбираться. Вот так он выглядел после двух часов, проведенных в ОВД. Со мной связаться ему не дали. Я звонила, и бабушка звонила, трубку он не брал. Дозвонились только в полдвенадцатого. Взяла трубку женщина, сотрудник полиции. Бабушка раззвонилась, сказала, что внук в отделении восьмидесятом полиции. Пришла бабушка, его забрала, увидела его зафиксированными наручники, на полу кровь. Несмотря на то, что ему еще нет 18-ти, допрос проводили в отсутствии родителей и адвоката. Видимо, рассчитывали, что он сознается в краже. Вадим понятно все отрицал, этим еще больше выводил из себя патрульных. Били сильно гематому у задержанного по всему телу. Бабушка школьника уверяет, в отделе полиции на него даже смотреть было страшно. Он был в крови, на руках наручники. Сидели все, двое полицейских в форме и девушка в гражданском. И при них он сказал о том, что они сняли с него штаны, трусы и так далее. И угрожали дубинками изнасиливать. Ну и били по попе, скажем так, били этими дубинками. Они не отрицали это, только прятали лица вот так. Справки из детской больницы, куда потом подросток поехал уже с матерью и бабушкой, зафиксировали следы от наручников и кровоподсеки, черепно-мозговую травму. Но полицейские из Коупинского отдела полиции предпочли промолчать. Мол, понятия не имеем, откуда это все. Более того, когда его отпустили из отдела вместе с бабушкой, выяснилось, что в протоколе допущена грубая ошибка. Потом мы уже заметили ошибку, что протокол составлен с ошибками. И судя из него что следует, это то, что бабушка несовершеннолетняя была задержана за кражу в магазине, за подозрение о краже в магазине. И как несовершеннолетняя отпущена под ее же ответственность, получается. Сейчас по факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, но пока в нем нет конкретных фигурантов. Уже в ближайшее время, по словам адвоката семьи Коваль, подросток ответит на вопросы следователей. Сейчас, наверное, начально будет Вадим допрошен в качестве потерпевшего, будет признан потерпевшим. Потом, по всей видимости, следователем будет организовано следственное действие, так называемая проверка показаний на месте. Наверное, Вадим приедет в отдел полиции вместе со мной, покажет подробно, где его избивали, как избивали, кто избивал, каким образом наносили телесные повреждения. Кража, в которой обвинили подростка, кстати, так и не подтвердилась. Получается, что его не только незаконно забрали в отделение полиции, но еще и пытались выбить показания. Уже в ближайшее время следователи рассчитывают допросить и самих стражей порядка.